Дорогие друзья, всем большой привет! Сегодня ваша любимая рубрика Распаковка товаров для мастера маникюра сайта Wildberries У меня тут внушительный пакетик, ну что ж, давайте начинать! Что-то я подумала, что слишком уж много товара в этом одном пакете, поэтому решила разделить видео на две части В скором времени выйдет продолжение этого видео со второй частью товаров, поэтому давайте рассмотрим вот то, что здесь лежит И тут в основном материалы для моделирования, для укрепления, вот какие-то такие вещи, поэтому давайте все будем с вами вместе тестировать Ну начнем давайте с самого большого, это вот такие салфетки Вот спросите, ну для какого же это маникюр, это домашние салфетки для уборки? На самом деле они просто идеальные в плане размера, потому что они мне подойдут для того, чтобы закрыть настольную вытяжку Объясню, для чего мне это надо, вот например, отрываем одну салфеточку И вот эта салфетка, она идеально закрывает решетку Для чего мне это надо? Ну в первую очередь для съемки видео, для того, чтобы фокус не уходил с ногтей на решетку Потому что часто такое бывает, и потом приходится искать какие-то удачные кадры Во-вторых, что пыль не падает в решетку, но все-таки всасывается Потом можно аккуратно салфеточку собрать, все протереть и выкинуть Таким образом фильтр лишний раз не загрязняется Конечно, нужно учитывать, что пыль не будет так хорошо всасываться и, возможно, где-то будут разлетаться кусочки материала Вот, но в целом я миксую, то делаю так, то делаю так Я очень рада, что вот, знаете, у нас как-то магазин на диване мы с вами рассматриваем салфетки, до чего дошли Но на самом деле это так, что она классного размера, классная по своей толщине, по пропускной способности Вот такая у нее этикетка, но не переживайте, все артикулы на товары я оставлю под этим видео в описании Там вы сможете все найти Следующее, это верхние формы от бренда Яменька Взяла размер S и форму балет У меня на самом деле огромное количество верхних форм, и иногда те или иные формы все равно пригождаются в работе Вот эти S, например, они подходят для моделирования натурального квадрата, то есть для того, чтобы была небольшая арка В том числе для тонкого укрепления для тонких ногтей Почему? Потому что арка продольная у них небольшая Вот таким образом они выглядят И мне кажется, даже уже на канале было видео то ли с укреплением, то ли с наращиванием, то ли с восстановлением на эти верхние формы Поэтому посмотрите предыдущие ролики, что действительно получается очень тонко и вот красиво в зоне около кутикулы А вот формы балет у меня нету У меня есть стилет, из него тоже можно делать форму балерина Но чем мне понравились эти верхние формы, что они достаточно мягкие и пластичные Значит, около кутикулы будет получаться плавный переход, красивый Плюс мы с вами сможем сделать зауженный квадрат Иногда визуально это может скорректировать широкую ногтевую пластину, сделать ее слегка более узкой Тут важно найти правильный баланс, чтобы не было такого, что ногтевая пластина слишком широкая, а мы делаем через чур узкой И непонятно, что это за форма Это зауженный квадрат или это форма балерина В общем, пробуйте тоже различные виды верхней формы для того, чтобы подобрать оптимальный и для себя, и для ногтей, и для клиента Я предпочитаю в своем арсенале все-таки иметь несколько видов форм, а не использовать только один набор Ну и не отходя далеко от верхней форм, я заказала себе вкладыши Тоже недавно у меня был ролик на канале, где я выполняла выкладное френч на верхние формы Получилось просто мега красиво Вот, пожалуйста, вернитесь тоже к этому видео, посмотрите, потому что это такая красота Но те вкладыши, которые я заказывала до этого, которые я вам показывала в предыдущем видео, они оказались не столь клейкими, не столь липкими и почему-то постоянно топорщились И в видео, вы посмотрите, мне пришлось использовать специальный пинцет, чтобы просушивать, в общем, тратилось время Я почитала отзывы, навела справки и приобрела вот такие вкладыши от Art Diamond Почему еще их приобрела? Что мне не понравилось в этой технологии? Что улыбка получилась слегка такой более овальной, не слишком острой А форму мы делали современный миндаль, который подразумевает более вытянутое удлинение Поэтому я заказала такие вкладыши, которые прямо V-образные, очень остренькие Для того, чтобы моделировать ногти формы миндаль, современный миндаль, стилет Вот для таких более острых форм Но первое, что меня удивило, что данных вкладышей здесь не так много Потому что, если вы посмотрите предыдущий ролик с обзором с Wildberries, я покупала себе вкладки Там было прям несколько видов, несколько вот таких бумажечек, а тут получается их всего ничего Кстати говоря, смотрю на них какая-то защитная пленочка Вот, видимо, с каждой нужно еще эту защитную пленочку убрать, чтобы она не мешала в работе Как раз-таки будем использовать вот эти верхние формы балет, потому что они более зауженные Так, у нас форма единичка, и мы с вами должны подобрать соответствующий размер Сейчас попробуем это сделать просто методом проб На других вкладышей я поняла, там какая система То есть, например, если мы берем двоечку форму, то вкладыш у нас на два размера отличается Сейчас вкладываю, смотрю, вижу, что точки в роста остаются пустыми Соответственно, мне нужен вкладыш побольше Они тут как-то так плохо пропечатаны, плохо видно размер вот C, и даже цифру не видно Вот здесь C6, давайте попробуем этот размер На самом деле, такие вкладыши, они облегчают работу при выкладном френче Но если вы мастер-новичок, если вы мастер с опытом, то вы сможете и в классической технике выполнить наращивание Да, вот, вроде у нас плюс-минус тут подходит Слегка я отступлю, не могу подставлять близко к кутикуле, усики будут не совсем на своем месте Хорошо, подобрали Теперь промазываем базой внутреннюю часть тоненько И на эту не просохшую базу будем ставить вкладыш Вот видите, получается такая работа Подбери, посмотри, промажь В общем, клиент в это время сидит без дела Так, вот устанавливаю Смотрю, чтобы вкладыш нигде не топорщился, убирая пузырики Они, кстати, очень коварные, если будут по периметру нашей улыбки Но, кстати, неплохо держатся, да, вот на базе Хорошо, и теперь мы можем просушить в лампе Все, теперь у нас этот вкладыш зафиксирован Мы можем на свободный край выполнять любой дизайн Прокрашивать улыбку, закладывать туда блестки, ракушки какие-то Я сейчас сделаю просто выкладку цветным гелем, чтобы показать вам, как это все работает Потому что многие недоумевают, как работают эти вкладки Все, кладу вот так вот в стык материал Вот, к примеру, если у нас такой нежно-розовый френч будет Самое главное завести материал по точкам в роста Чтобы у нас были красивые, изящные усики Так, все, теперь снова просушиваем в лампе В перевернутом состоянии Вот и все, теперь мы убираем этот вкладыш Нужно это сделать крайне аккуратно Чтобы не задеть этот розовый цвет Нужно очень аккуратно убрать вот эту внутреннюю базу Опа Все, и теперь вот эту пустую область мы с вами закладываем моделирующим материалом Это может быть гель, это может быть полигель Стыкуем, распределяем И дальше устанавливаем на натуральную ногтевую пластину Вот и все, и у нас получается уже выкладной френч То есть мастер, который без опыта потратил бы гораздо больше времени Для того, чтобы выполнить такое моделирование Но здесь кусочек базы тоже можно убрать Ну и все, теперь мы можем устанавливать на пальчик Отпечатывать, просушивать И у нас быстро достаточно получается выкладной френч Так, что-то я уже вся в этом геле Все пальцы липкие На самом деле не люблю работать без перчаток Всегда предпочитаю использовать их Но вот видите, у нас так как распаковка Работаем без них А так, заботясь о своем здоровье И всегда работайте только с перчатками Вкладыши у нас многоразовые Нужно протереть И убираем обратно Все, теперь повторно его можно будет использовать Вот так, на место Он такой клейкий слегка Вот и все Кстати говоря, можно даже сохранить Вот этот пакетик и в нем же хранить Для того, чтобы вкладыши не пачкались Вот смотрите, уже готовый смоделированный ноготь у нас получился Классно, классно Простая технология Но опять же, в ней много нюансов Нужно обязательно ее оттренировать Знать, как выполнять для того, чтобы не было никаких проблем Например, пустых боковых стенок Или трещин по точкам в роста Так, хорошо, мы с вами идем дальше По верхним формам мы с вами прошлись Теперь давайте разберем нижний Вот как раз, когда я искала эти вкладыши У этого же бренда я наткнулась на нижние формы Вот так они выглядят Я уже одну формочку попробовала Разделены по две штучки, что достаточно удобно Но больше всего меня привлекло Первое, что у них очень много дополнительных линий и разметок Мало того, если внимательно посмотреть То боковые стенки расклешаются Многие наверняка подумают, что это как-то плохо Ведь ногти получатся клешеные Но это далеко не так Когда у нас ровные линии И мы устанавливаем форму вверх К примеру, на квадрат Линии также поднимаются вверх Мастера на них ориентируются И как следствие получаются взлетные ногти Или перепиленные нижние параллели Если ориентироваться на вот такие клешеные линии То у вас получится ровная линия Сейчас покажу Следующее преимущество, что формочка металлизированная Такой с алюминиевой подложкой То есть будет хорошо держать арку Ну и еще тут есть перфорация То есть мы можем оторвать очень аккуратно Но можно было это сделать заранее Для того, чтобы выполнить моделирование формы коротких квадрат А вот эта нижняя часть нужна для того, чтобы выполнить моделирование длинных ногтей Более острых форм Давайте попробуем К примеру, мы с вами устанавливаем Вот, например, как у меня арочная форма Я сейчас не буду вырезать форму Там правильно ушки и так далее Мне хочется показать вам именно направление линий Хорошо поджимаем И мы видим, что эти все линии Вот видите, они у нас стали на свое место Теперь они ровненькие И мы с вами правильно выполним выкладку нижней параллели Вот, вот так Если бы у нас была стандартная разметка с ровными линиями То часто получаются ногти с перепиленными нижними параллелями Либо взлетные Вот так Кстати, очень хорошо держатся на пальчике В принципе, достаточно клейки Но я тестировала, слегка они тоже подраскрываются во время просушки в лампе Потому что там тепло, горячо И, соответственно, клей немного плавится И они подраскрываются Но, тем не менее, достаточно клейки Буду их дальше продолжать тестировать и моделировать на них Кстати говоря, тут средний вырез внутреннего окошка Это тоже немаловажный фактор Обращайте внимание на это окошко Если вы хотите делать форму арочный квадрат То лучше выбирать форму с более вытянутым вырезом этого окошка Тогда вам не потребуется тратить время для того, чтобы вырезать этот участок А на этих формах придется это делать То есть здесь сейчас такой нейтральный вырез подойдет больше для моделирования натуральных форм Дальше мы с вами продолжим разбирать тему моделирования И это гель Меня очень часто спрашивают Марина, вы пробовали эти гели от Дина? Пробовали гели от Дина? Я говорю, нет, я их не пробовала Вот, я почитала отзывы Посмотрела, сколько там покупок Думаю, да, так, точно нужно покупать и протестировать Единственное, я не поняла Почему я открыла упаковку И здесь уже вот так открыта эта защитная часть То есть она не приклеена, а как обычно Давайте на прозрачном типсе посмотрим консистенцию, плотность материала Конечно, сейчас однозначного мнения я сказать не смогу Потому что нужно посмотреть на носибельность На прочность материала Давайте хотя бы сейчас определимся с консистенцией И с плотностью цвета Я специально взяла молочный Для того, чтобы посмотреть Потому что розовый, ну, как бы трудно сравнить А вот молочный какой-то имеет желтый оттенок Какой-то фиолетовый Вот здесь я, кстати, вижу, что он прям не ярко белый Что также является иногда очень хорошим признаком Потому что не все клиенты любят прям ярко-ярко такие белые ногти Самое главное, сейчас посмотрим, как он себя будет вести после полимеризации Будет ли сильно желтить или нет Все равно он имеет какой-то такой желтоватый оттенок В принципе, разравнивается хорошо Средняя консистенция Вот я уже практически хорошо разложила Конечно, можно было бы там перевернуть пальчик клиента Но мы сейчас в основном с вами работаем в технике укрепления ногтей гелем без переворота А дальше выполняем уже поверхностный опил Для того, чтобы ногтевая пластина была более четкая С правильной архитектурой, более ровная Так, все И отправляем в лампу на просушку Ну и давайте выполним тест на определение пластичности Вот как раз на этой глянцевой поверхности это сделаем Наносим материал в средний слой Не слишком тонко, не слишком толсто Так как мы с вами укрепляем ногти Делаем вот такой квадратик Смотрю, чтобы везде было равномерно Нанесен материал и отправляем в лампу на полимеризацию Написано, что изготавливается в ростовской области Ну имеется в виду, наверное, разливается Полимеризация в ультрафиолетовой либо LED-лампе 1-3 минуты Видимо, зависит от лампы, либо от толщины слоя Мы с вами просушим не менее 1 минуту Если просушить 30 секунд, то тест будет не совсем правильным Потому что материал может не до конца заполимеризоваться И быть еще мягким Давайте посмотрим после просушки У нас какие-то как неровности появились после просушки Но это выделилось липкий слой, ничего страшного Сейчас с вами снимем, посмотрим на результат Так, сейчас у нас материал получается стал матовым Возможно, он как-то не просох Но, в принципе, кстати, цвет не стал сильно желтым после просушки Такое ощущение даже, как будто бы и наоборот Интересно, может быть такое, что наоборот стал каким-то более светлым Ну, какая-то совсем незначительная разница между баночкой И как выглядит цвет на типсе На самом деле так тоже трудно сравнить, потому что в банке много материала Всегда смотрится по-другому Итак, просушили минутку Снимаем теперь липкий слой Обязательно Ждем, чтобы материал у нас остыл И проведем с вами тест на определение пластичности Все, отделяем этот кусочек Первое, смотрю, как выглядит материал с внутренней стороны Не осталось ли каких-то мокрых участков Нет, материал полностью просох за одну минуту Это здорово И теперь с вами пытаемся изогнуть этот кусочек Так, вот здесь, где у меня, видите, тонкая выкладка Он прямо такой пластичный Сейчас попробую, где вот потолще Так, материал изгибается Но не сильно, как база Это говорит о том, что он армирующий И не слишком жесткий Такой вот, ну вот как раз у нас он лопнул То есть средняя, получается, у него пластичность Я бы, наверное, его не стала использовать На слишком большую длину Либо, может быть, для поднятия клюющих Не, в принципе, достаточно крепкий он Достаточно крепкий В толстом слое То есть, как укрепление натуральных ногтей Это вообще супер вариант Потому что вот такие армирующие гели Они будут и изгибаться, повторять Изгибы натурального ногтя И в то же время держать каркас Держать эту архитектуру Вот, а в моделировании, конечно, нужно протестировать Чтобы не было такого Что появляется эффект усадки Либо, может быть, какой-то кончик Там слегка гибкий и так далее За счет длины В общем, нужно тестировать Еще следующий гель хотела вам показать Также Art Diamond Видите, я как сегодня прошлась по этому бренду Значит, открываем И посмотрите, пожалуйста, на цвет этого геля Вот такой Он не совсем молочный Не какой-то желтый А имеет цвет натуральных ногтей Если вы хотите выполнить моделирование Именно, чтобы оно практически было незаметным Либо где-то достроить уголочек Восстановить скрученную стенку То как раз-таки вот такой цвет будет лучше всего У меня есть гели, похожие по оттенкам других брендов Как раз-таки для этих целей Для ремонта, для восстановления Но все равно, как правило, цвет более желтый И его видно Также этот гель имеет консистенцию желе А значит, он будет держаться даже на воздухе Если мы будем достраивать отсутствующий уголочек Давайте я вам покажу Лучше, конечно, это делать при помощи тоненькой кисточки Но я такой широкой покажу Набираю небольшой кусочек Ставим Распределяем И, например, вот вытягиваем в сторону Там побольше надо, к примеру, достроить И поскольку гель такой густой Консистенция желе Мы можем с вами по воздуху прям вытягивать и вытягивать Но промежуточно просушивать То есть он не совсем прям такой, знаете, неподвижный, скажем так При работе гель слегка разжижается Это свойство называется тиксотропность То есть в положении покоя гель стабильный Как только мы начинаем с ним активно работать Он разжижается И посмотрите, вот даже сейчас Как этот цвет геля подстроился под цвет типсы А как раз-таки цвет типса имитирует, ну, плюс-минус натуральный свободный край Просушила в лампе Вот, посмотрим, видите, хорошая у нас получается тут прочность За счет того, что это гель желе Ну что ж, я теперь буду использовать такой гель для ремонта и восстановления Потому что я все в последнее время использовала молочный, молочный Но иногда, например, если мы сверху кладем какой-то камуфлирующий оттенок Бежевый, розовый То этот молочный может как-то просвечиваться И выглядит не очень равномерно этот участок А здесь с таким натуральным оттенком Просто как естественный ноготь Вот, поэтому тоже берите на заметку Я взяла небольшой флакончик для того, чтобы попробовать вообще понять Какой цвет нужен он, не нужен А затем уже принять решение о покупке более большого формата С моделирующими материалами мы с вами закончили Ну и для того, чтобы снять эти моделирующие материалы Нам нужна качественная фреза Мне девочки из нашей школы посоветовали вот такую насадку Смотрите, она имеет золотой оттенок Написано, что она титановая Взяла сразу два абразива Синий и зеленый Синий я уже попробовала в работе Снимает действительно очень быстро И не нагревает поверхность Вот это очень важно Но вы знаете, я не люблю такую форму кукурузы Поэтому она для меня не совсем привычна Мне больше нравятся конусные насадки Но именно когда требуется скорость Например, работа на время Я буду использовать вот эту насадку То есть у нее достаточно такие крупные ножи И зеленый абразив нужен для того, чтобы выполнять быстро снятие Я думаю, давайте теперь пройдемся по теме маникюра Я уже вам показывала Вот такой гель для выполнения маникюра Для удаления кутикулы Гель-скатка Взяла в этот раз его себе в домашнее применение Вот видите, еще даже не открывала Все ждала, когда засниму это видео Смогу взять Потому что здесь в студии у меня есть такой Наносим на кутикулу Некоторое время ждем Потом даже вот таким вот образом можем пальчиком распределить Он очень бережный, нежный И апельсиновой палочкой убираем птеригии И в целом маникюр выглядит красиво Но сейчас я не буду этого делать Просто уберу И в целом уже будет достаточно ухоженно и увлажненно смотреться кутикула Очень популярный товар на Wildberries Вот мне даже стало интересно Сколько там просмотров, оценок И вот смотрите, 30 400 оценок Представляете, а сколько значит было заказов То есть действительно его заказывают Люди пользуются, 400 рублей стоит Очень удобно Можно с собой в сумочку положить Где-то на работе там вспомнила Нанесла себе гель В общем, я тоже беру себе его в домашнее применение Ну и для выполнения маникюра Нам с вами потребуется инструмент Тоже я посмотрела по рейтингу на сайте И увидела вот такие кусачки Ну, во-первых, вот эта упаковка Она как бы не вызывает доверия Вот эта надпись, ручная заточка Так неаккуратно нанесена Да и вообще в целом какая-то упаковка странная Две вещи, на которые я обратил внимание Это цена 260 рублей И 15 500 оценок Представляете, очень много оценок Давайте попробуем Вообще, работают, не работают Еще в подарок нам тут и палочки положили И бафик То есть, представляете, какая наверняка Себестоимость у этого инструмента На самом деле инструмент Это, ну, как ваши вторые руки И он должен быть качественным Если вы работаете с клиентами Так, смотрим Ну, ход, в принципе, достаточно плавный Но само какое-то изготовление Как будто бы, ну, не супер профессиональное То есть, ну да, неплохие Это не то, что мы с вами видели При распаковке из фикс прайс Там вообще невозможно ничего было делать Этими кусачками Здесь, конечно, качество получше Но я бы не сказала, что на высоком уровне Вот так я проверяю на смыкаемость лезвия Смотрю, насколько все хорошо Ну, слегка попозже пяточка смыкается Ну, и давайте вот на себе Тут на том, что есть, скажем так У меня тут совсем немного отросло кутикулы В принципе, кстати, режет неплохо Не дерет сильно как-то Вот видите, кусочек небольшой вот кутикулы Прямо у меня ушел Поэтому я думаю, что, в принципе, для домашнего использования Вот так вот где-то себе быстренько убрать заусенчик Окей Если рассматривать как профессиональный инструмент для работы с клиентами Наверное, бы я все-таки такой инструмент не брала А рассматривала что-то получше Какую-то фирму, которая уже давным-давно специализируется на инструментах А вот эти кусачки, думаю, тоже себе домой отнесу И буду мне там пользоваться То есть не с моделями, не с клиентами Ну, и для маникюра нам иногда могут потребоваться Вот такие щеточки Они надеваются на безымянный пальчик Сразу хочу отметить, что тут небольшие вот эти ушки И если у вас пальчики не тоненькие Тогда, возможно, будет больновато В таком случае иногда некоторые надевают на мизинчик Щетина у нас достаточно плотная Будет хорошо убирать даже частички кожи, кутикулы и пыли Но не всем, опять же, приятно Можно выбрать щеточку с более мягким этим ворсом Тут набор у нас 5 щеточек Мы их дезинфицируем Либо утилизируем Здесь вы уже дальше сами смотрите Ну и еще один товар, который вы уже успели заметить на этом видео Это вот эта ультрафиолетовая лампа От бренда Andy Давайте сейчас отсоединю, покажу Вот таким образом она выглядит Тут есть таймер на 10, 30, 60 и 90 секунд Режим пониженной мощности Я специально приобрела черную Так как у меня в новой студии все с черными акцентами Но есть у этой лампы минус, скажем, не с технической точки зрения, а с эстетической На этой черной поверхности очень сильно видны следы от пальцев А поскольку мы эту лампу постоянно перемещаем Снимаем вот такие обзоры, что-то еще Какие-то видео короткие и другие Постоянно ее перемещаем и эти пальцы везде Я ее пробовала сейчас оттереть, она была такой красивой Вот буквально подержала несколько минут в руках и все, она вся испачкана Ну и еще один такой нюанс Циферблат находится сверху, конечно, гораздо удобнее, когда он располагается вот здесь Потому что на столе стоит подставка для рук И не всегда этот циферблат достаточно хорошо видно А так по мощности, по просушке вообще никаких замечаний Мне прямо сейчас эти лампы очень заходят У меня есть одна похожая белого цвета и вот такая черная Я как-то их меняю в зависимости от темы ролика Поэтому сейчас можете у меня увидеть несколько ламп Сейчас еще хочу некоторые протестировать в работе Ну что ж, вот такой обзор у нас сегодня получился Нравится такая рубрика, ставьте пальчик вверх Ищите ссылки на данные товары и артикулы в описании к этому видео Делитесь своими классными товарами, которые вы заказываете с Wildberries Ну а я желаю всем успехов в работе Счастливо, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok